МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это культурная навигация. Сегодня мы знакомимся с творческими людьми из станицы Старомышастовской. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старомышастовская станица берет свое начало от казачьего куреня мышастовские в Запорожской сече. Переехав на Кубань, он дважды менял свое местоположение, из-за чего появились две станицы с одним корнем – Старо и Новомышастовская. История станицы с приставкой Старо – типичная для нашего края. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семья – оплот страны. Один из самых мудрых памятников, оставшихся со времен Советского Союза. И отремонтирован он по инициативе самих станичников. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У сусіда хата біла, у сусіда жінка мила, А у мене не хатинки, нема счастья, нема жінки. Смітлай, хлопче, вороного, а саді перед другого. Тай поїдем, погуляєм, у сусіда побуваєм. Є у мене сусідонька, люба мила, дівчинонька. Та не знаю, що робити, бо боюсь, куди ходить. Смітлай, хлопче, вороного, а саді перед другого. Тай поїдем, погуляєм, у сусіда побуваєм. Будь здорова, сусідонька, люба мила, дівчинонька. Та не знаю, що робити, бо боюсь, куди ходить. Та не знаю, що робити, а сусідонька. Та не знаю, що робити, вороного, а саді перед другого. Та не знаю, що робити, у сусіда побуваєм. Музика Готі годі жартувати, ось ідеї зарамати. Ось здорова, ось матусю, я приїхав поганусю. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В хор «Кубанская песня» руководитель Дома культуры Виктор Месевич пришел к 15-летним подросткам. Про него говорят. Человек, который из ничего по одному щелчку способен сделать праздник и вдохновить не только артистов, но и всю станицу. Занимался эстрадой, был вокалистом, играет на нескольких инструментах. Азарт, любовь к людям и жизни заряжает каждого, кто хотя бы раз с ним общался. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А для чего юристов переучить в хормистов? ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну не тот вагон сел. Бывает такой. Знаете, вот уже три года я веду эту программу и многие руководители и директоры Дома культуры рассказывают, что вот тогда было лучше, тогда было масштабней, тогда было веселее и проще. Вы можете так сказать? Вот тогда было как-то легче жить? Либо люди были другие? Или вот досуг другой? Ну был, во-первых, досуг. Во-первых, может быть, где-то менталитет поменялся у нас, потому что время поменялось. Люди немножко другие стали. Потому что время сейчас такое, это самое, век электроники, век интернета сейчас, это самое. В Доме культуры разве надобность не отпадает, когда ты можешь в интернет зайти, песню послушать, скачать с помощью гаджета? Есть люди, которые любят живое. Люди, которые тянутся сюда. Вы сегодня обратили внимание. Сколько в хоре? У нас состав хора 30 человек. Состав хора вы состав видели. У нас только там 5 пенсионеров, в основном молодежь. Они идут люди, они охотно идут. Едут на конкурсы, на смотры, они везде. Это же не так просто. После работы, в выходной день, да, бывает иногда тяжеловато. Потому что век интернета, особенно сейчас работать в режиме онлайн, это очень сложно. Нам сложно перестраиваться, работать, потому что мы привыкли работать живыми людьми. Нам вот сцена, вот зрители. Дай Бог вам концертов и обратной реакции, которая так нам всем творческим людям важна и нужна. Я хочу, чтобы вы нас проводили в свой кабинет, который уставлен грамотами, дипломами и кубками. Покажите его нам, чтобы увидели это наши зрители. Спасибо, конечно. Сейчас мы пройдем. Песня вам близкая по настроению, да, наверное? Да, потому что, ну, как, все много связано с этой, с Кубани, вся жизнь. Я родился здесь, в этой станице. Вся жизнь прошла здесь, работаю в этом Доме культуры. Кстати, в этом кабинете, вот здесь была хоровая комната, когда я в 65-м году пришел. Комната. И 50 лет прошло, а вы в ней остались. 52. А-а-а! Получается 52. Вот летом как раз я закончил курсы и пришел сюда. Сколько кубков вы собрали за эти годы? Ну, это благодаря, благодаря людям, те люди, которые ходят сюда, благодаря артистам самодетиям. Это хор, это танцоры, это оркестр. Это хор, танцоры, оркестр, да. Все здесь собрано. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты дремли, закрывши глазки, баюшки, 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 баюшки. И подарил малышу на зубок по казачьей традиции наполеоновскую монету. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот этот, что у вас на руках, это Юлиан, он 49 сантиметров, примерно 2 килограмма 200 грамм весит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это, кстати, это Виктория, это Виктория, вот эта малышка, это Алина, а это Арианочка, это у меня первая девочка, самая любимая. Первенец. Да, это моя первенец, она у нас почти 3 килограмма весит. Красотка. И у каждого из них есть свой паспорт. Да, свидетельство о рождении. То есть это почти полноценный член общества. Вот его зовут Юлиан, кто это, допустим, приобрел? Все, Юлиан, он не имеет права менять имя куклы, потому что эти свидетельства выдаются. Да. Он у нас идет с комплектом одежды, с бутылочкой, с сосочкой, там будет полный комплект у него одежды, там игрушка будет его любимая, он будет полностью упакованный как надо. В Германии очень любят, да, этих кукол, играют, даже взрослые с ними играют, переодевают, покупают памперсы, не жалеют бутылочки, и вот играют взрослые, придешь, они в колясочках там их укладывают. Эти послушные не плачут никогда, надоели, в шкаф положил. Встречала удивленных людей, которые говорили, вы зачем ребенка держите без шапочки на солнце? В детском саду Снежаны 8 кукол Риборн, некоторые в Германии, другие в России. Производство таких кукол очень дорогое. Мода на них зародилась в Америке в конце 90-х годов прошлого века. Сыновья Снежаны реагируют на обитателей дома с опаской. Мои мальчишки, конечно, они побаиваются, они как-то это, ребенок как-то не берут. Из чего они вообще? Получается, само тело у нас это винил идет, можно заливать заготовки, вот эти ручки, ножки. Я вообще беру готовые, как молды они называются, это будут ножки, ручки, головка. Отдельно идет тельце, набивка, реснички, волосы, это все глазки, это все отдельно продается. И потом самое сложное, это, конечно, раскрасить ее. Если близко посмотреть, вот можно даже увидеть венки у них. Да, идеально. Да, да. Что у них именно должно быть вот эффект настоящего ребенка, вот на каточке прорисовываются. Ну, очень сложно. Самое сложное, конечно, это раскрасить ее. Волосики, вот волосики, это живые волосы. Вот примерно вот такую полулысую головку сделать, это уходит 8 часов примерно. Все это делается такой специальной иголочкой, нужно, ну, как разметить, вот как идет правильно макушечка, и пошел тыкать иголочкой. Мама Снежаны, Людмила Брауэр, тоже человек творческий и живет на две страны. Полгода в России, полгода в Германии. И если фасад дома говорит о национальности хозяев, то интерьер о том, что это люди творческие и неординарные. Цветы, экибаны, картины, светильники из изолона, фоамирана и кожи. Этой красотой Людмила занимается уже 15 лет. Я попробовала, насколько это легко. Нагреваем. Материал становится податливым, правильно? С другой стороны. С другой стороны. Это мы работали с изолоном. Вот это у нас идет, это уже идет фоамиран. Фоамиран не боится воды. Его тонируют масляной или сухой пастелью. Цвет растушевывается. Материал податливый. Его не нагревают. Красота зависит исключительно от ловкости рук. Долго это молчишь? Ну, вообще, у меня вышло с учебы вместе где-то 3,5 года. И потом уже я заняла в Германии на выставке, заняла второе место. А потом уже стала преподавать сама мастер-классы. Второе место по стране Германии? По нашему штату, города Бремена. Смотрите, как красиво получилось. Это необычно. Если вы еще вот сюда вот добавите капельки клея и сюда вот небольшую тычинку, это можно даже уже, знаете, фантазийный сделать, например, кало фантазийное получится. Но нас впереди ждет тоже работа руками. Так. Очень хотим ваше национальное блюдо попробовать. И у меня муж очень хорошо готовит. Так что мы сейчас можем пройти на кухню и приготовить что-то интересное наше немецкое блюдо. С семьей Брауэр мы готовим картофельные клетцы или бомбы. Итак, какие нам будут нужны ингредиенты? Нам нужна будет картошка, фарш, стакан муки, 2 яйца и лук. Часто ли оно у вас на столе? Ну, вообще, если вы знаете, что немцы употребляют очень много картошки. В Германии это вообще картошка на первом месте. Кто хочет резать лук? Я не хочу. Так, значит, я буду резать лук. Вот нет супруги дома, да, или вы в разных странах находитесь. Что готовите? Это такая русская кухня, это немецкая кухня больше. Можно как-то так определить? Так, мы как-то не распределяем. Я люблю, чаще всего я готовлю плов. Плов. Узбекский. Узбекский, да. Вот так. Вы такое перченое едите. Это такой перец хороший немецкий, который он не очень сильный. Не переживайте за это. Посолить. Так же, как и немецкая горчица, да? Тоже она не такая, как ядреная русская. Да, посолить. В Германии семья живет уже 17 лет. Эдуард Брауэр – краснодеревщик. До переезда его супруга Людмила занималась хореографией и была директором ДК. А в Тримине стала арт-директором собственных дочерей. Группа гастролировала по стране и выпускала сольные диски. У нас в семье была такая поговорка – «Концваймаль тафель альтен». Что в переводе? Это в переводе. Кто один раз покушал и что-то оставил, тот может два раз покушать. Если в гости немцы идут, то они обязательно дома должны хорошо покушать, чтобы идти в гости с полным желудком. А не так, как мы пришли с голодным, потом там так рубаем у них. Я скажу так, они не каждого в дом могут запустить. То есть поляны не ждет? Нет, нет такого. Как в России, да? Вот тебе на бочке, вот тебе плюшки, вот тебе... Там нет такого, нет. Там угощают чисто вот кофе, тортик. Мне нравится, я знаю вкус картошки, знаю вкус фарша. И в сочетании это всегда бесподобно, тем более с соусом с этим. В общем, клецки, зергут. Вам удачи и в Германии, и в России, чтобы все складывалось так, как вы задумали. Спасибо большое. Спасибо. Здание, в котором сейчас расположен Свято-Вознесенский храм, было построено в 1911 году как подсобка при купеческом доме. В советское время здесь открыли ветеринарный участок, а в перестройку помещение передали православному приходу. Несколько лет назад, во время ремонта, рабочие нашли на стене лики святых. Это у нас святитель Николай. Ну вот тоже сливает, смотрите, четкий, да? Здесь мы сделали полностью капитальный ремонт. Пускали потолки, полы, все снято было. Стены были у нас очищены до кирпича. Оштукатурили. Потом, значит, когда стал вопрос о том, какие иконы ставить, ну здесь иконки маленькие всякие по стенам ставили, мы их убрали просто, они не являются церковными. Привезли вот эти иконы, мы поставили, и первая икона у нас, князь Владимира, стояла вот там, где кондиционер, там он стоял, она первая отпечаталась. Затем отпечаталась икона ангела-хранителя, тоже на той стене она стоит. А потом вот этот ряд весь. Это как-то можно объяснить? Я этим даже не интересуюсь. Отпечатали, слава Богу, умолимся и все. Когда делали ремонт, ну в смысле переставляли иконы в воскресной школе, то у нас Ксения Петербургская икона. И, ну, ребята, как у них руки не всегда работают правильно, вот, молодые. И один роняет эту икону, значит, но стекло не разбивается. И я беру это стекло, значит, говорю, ну, слава Богу, не разбил. Говорю, ну, рама разлетелась, ничего, говорю, другое сделаем. А смотрю, на стекле четкое изображение Ксении Петербургской. Глазки блестят, все буквально. В смысле силуэт? Не только силуэт, полностью все на стекле. Я это стекло беру, мы ядеколоном, спиртом, что только не терли. Ферри мыли, чтобы, думаю, ну, может так запылилась, думаю, нет. Осталось? Осталось, да. Мы так ее обратно не поставили. А как жители отреагировали на вот такое, когда проявились? Ну, люди постоянно целыми днями ходят, свечки ставят. Вот этого достаточно, я думаю. Этого достаточно вполне. Не надо же бегать, кричать, что у икона проявилась, правильно? Или как? Все обычное дело. Обычное дело. Приходят, молятся, и все, и мы довольны, и они рады. Вот все, всем хорошо. И нам приятно, что люди заходят в храм, что они пустуют. Вот и все. С каждым годом прихожан становится все больше, и храм уже не может вместить всех. Церковная жизнь очень насыщенная. Дети занимаются творчеством в воскресной школе, участвуют в выставках, читают книги, а в библиотеке насчитывается более 15 тысяч изданий. Благодаря стараниям отца Василия сейчас всей станицей строят большой храм в честь святых Петра и Февронии. Верхний предел будет вмещать до 500 прихожан, а нижний – до 200. Вы верите в чудеса все-таки, батюшка? Чудо, наверное, уже и неоднократно на мной совершалось. Чудо – то, что я дожил до 61 года. Чудо – то, что вчера отметил 40 лет в браке. Это разве не чудо, а чудо, что у меня внуки. Вот это чудо. Особенное место в творчестве этой мастерицы занимают иконы. Татьяна Кальченко за вышивку взялась в сложный период жизни. Иконы придавали сил. Постепенно начала вышивать для всей родни и даже на заказ. Перед тем, как взяться за икону, идет в храм за благословением. Если говорить о технологии, вот есть же умастерить свой почерк, свой стиль. Вот как-то вы это определяете? Конечно, конечно. Здесь можно, допустим, вышить так, как, допустим, запланировано. А можно видеть свое. А как? У вас же тут уже все разрисовано. Да, разрисовано. Ну, здесь есть варианты. То есть ты можешь вышить так, как здесь. Можешь вышить, немного сделать по-своему. И вышить так, как ты ее видишь. То есть изменить вот так, как тебе хочется сделать. Она может у тебя быть тусклой. Она может тебе играть всеми бликами. А можешь просто сделать ее спокойной, тихой, чтобы она была тебе вот так, как ты ее видишь. Семейные обереги и молитва о доме Татьяна Николаевна вышивает на холсте и шелке. Использует бисер стеклянный, матовый и костяной. Первые иконы, которые я начала вышивать, да, которые мне очень-очень помогли. И для меня они очень ценные, очень дорогие. Это уже как мои родные. Вы вышиваете, вот выбираете святых, да, которые вам помогают. Или вы уже от красоты отталкиваетесь, да, как лик нарисован. Нет. Как вы его выбираете? Ну, вообще, конечно, да. Вот есть икона, которая, ну, просто вот как смотришь, вот она кажется однообразная. А есть такая, которая вот именно душу затрагивает. Это затягивает. Это просто затягивает. Когда начинаешь какую-то работу, тебе хочется ее быстрее, быстрее, быстрее сделать. Это успокаивает нервы. Это душа отдыхает. Вот когда я работаю, я могу сидеть с вышивкой с 6 утра и до 12 ночи. Оторваться только вот, покушать или еще куда-то выйти. Не трожь меня, я не встану. Такая кропотливая работа. Это мелкая, конечно, мелкая, кропотливая работа, но она настолько доставляет удовольствие, что я не знаю. Сказано, вам много лет доставляет удовольствие. Для меня вышивка это удовольствие. КОНЕЦ Культурная навигация в Старом Шастовской на этом завершается. Хочу сказать огромное спасибо за теплый и душевный прием. До новых встреч, дорогие друзья, в новом населенном пункте. Пока-пока. Может быть слышали песню немецких? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok